Друзья, приветствую вас на своем канале Жизнь в стиле Прованс. Сегодня будет видео о декоративных растениях на штамбе, которые растут в моем саду. Покажу обзор этих растений. Их у меня не так много. И еще немножко будет обзорная прогулка по саду. Может быть еще какие-то растения покажу и расскажу про них. Участок у меня 10 соток и находится он в Калининградской области. Это самый западный регион нашей страны. Какие же растения на штамбе у меня есть? Здесь вот перед вами моя клумба-оцыпка, на которой растет вот эта красивейшая ива Акура-нишики. Она на штамбе. Так как у нас регион такой ветреный, часто бывают ураганы ветра, таким деревьям на тонком стволике приходится очень нелегко. И у нас к этой иве дополнительная опора сделана. Так как крона у нее, видите, какая большая, при порывах ветра бывает растения повреждаются. Посмотрите, какая шикарная крона у нее. Какие красивые листья. Сейчас подойду поближе, покажу. Очень красивая листва, варегатная, на концах более светлая, с розовым оттенком. Очень-очень красивая. Сейчас посмотрим на прививку. Вот так выглядит крона снизу. Растет очень быстро. Уход за ней самый наипростейший. Ее нужно подстригать. Перед вами она еще не стриженная. А вообще мы ее за сезон стрижем несколько раз. Придаем ей форму шара. Очень красивая ива. Если захотеть, на своем участке любой кустарник можно собственными руками сделать так же в виде штамба. У меня есть несколько растений, которые я сейчас вам хочу показать, что можно сформировать так же. Это, конечно, уже будет не на штамбе, но в виде штамба. Вот так смотрится спирея в виде деревца. В этом году в нашем регионе все кустарники очень плохо перезимовали. Так как у нас конец зимы, начало весны. Были проливные дожди. Просто таких никогда, мне кажется, не было. И сильные ветра. Ну, конечно, влажность была, я не знаю, очень сильная. И все кустарники, начиная от спирей, заканчивая сиренью и многие другие, пострадали от переизбытка влажности. И в этом году у всех этих кустарников очень скудное цветение. Вот такая вот спирея. Как формировать эту спирею, есть у меня видео на канале. Ну, это тоже на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Как я и сказала ранее, любой кустарник можно сделать по вашему вкусу. Вот так мы сделали на своем участке калину. Тоже в виде штамба. Вот такое дерево. Один из вариантов, это также кустарник-пузыреплодник, который тоже можно формировать. Формировать не нужно бояться. Если что-то не получится, все эти кустарники очень хорошо и быстро возвращаются в прежнюю форму и отрастают. Вот здесь я начала формировать пузыреплодник. Тоже удалила у него немножко поросли, почистила ножки. И вот вы видите, крону сильно я не обрезала, так как он уже начал набирать бутоны, будет свистеть. В предыдущих видео меня спрашивали, можно то или иное растение формировать. В основном называли кустарники. Ну, я, конечно же, отвечала, что можно, стоит попробовать. Это касается, как я вам сказала, и пузыреплодников, и спирей. Вот еще одна спирея формированная в виде штамба. Вот такое деревце. Далее вот там на заднем плане у меня растет жасмин, или как его называют, чубушник. Вы видите, он неформирован, молодое еще дерево. Но его также можно сформировать, сделать такой облегченный вариант. Тоже красивый куст. Но пока он у меня там растет неформированный, он там посажен для того, чтобы прикрыть забор. Очень люблю из кустарников пузыреплодники. Они у меня есть разные. Вот этот самый крупный пузыреплодник, он раньше всех посажен. Осенью он необычайно красивый, у него очень красные листва. Ну и пузыреплодник, конечно же, цветет красиво. Вот он у меня неформированный. Пока мне нравится, как он растет просто вот такой природной формы. Покажу рядом с пузыреплодником вот такая большая хоста. И здесь еще на отсыпке тоже красивые у меня есть хосты. Покажу, как они сейчас смотрятся. Две одинаковых, потом есть еще вот такая красавица. Очень красивая. Хосты, конечно, очень любят слизни. Но вот пока у них листики целые, смотрю, декоративность не испорчена. Хосты у меня есть разные. Есть большие, маленькие. В моем саду растет еще вот такое замечательное деревце. Это кизильник на штамбе. Ему тоже приходится не сладко, когда у нас сильные ветра. То есть для нашего региона нужно, конечно, думать, когда покупаешь такие растения. Пока растет. Ну, как я и сказала ранее, в эту весну он пострадал. Сейчас покажу, каким образом он пострадал. Сейчас я обойду вот с этой стороны. Он как бы был, вы видите, да, вот с этой стороны хорошие ветки. А вот сейчас я обхожу, вы видите, здесь он однобокий. Ветки погибли. Там, где прививка, вместо прививки, вот здесь, несколько веток, вот спиленные эти сучки, три ветки, четыре, они погибли. Но немножко пострадал. Не знаю, из-за чего. Может быть, влажность, может быть, сильный ветер его вот так вот истрепал. Но осенью, я как-то в прошлогодних видео показывала, это мое было любимое растение. Ну, и остается им быть. Очень декоративный, так как у него очень такие красивые листочки, плотные, блестящие, цветет он красиво. Осенью листва становится багряно-красный. И на нем появляются красные ягодки. Есть у меня еще одна ива на штамбе. Вот так она выглядит. Это взрослая уже ива. Посажена давно. Здесь она растет вот на такой клумбе. Вместе с другими растениями. Вот такая у нее красивейшая крона. Тоже, когда нужно, мы ее подстригаем. Ну, а листва у нее такая же, как и у той ивы Акоронишики. Тоже варегатная. Очень красивая. Сейчас вам покажу, как у нас выглядят сирени в Калининградской области. Как они плохо перенесли зиму, июнь месяц. То есть она проснулась весной. Были хорошие почки. Даже набрала бутоны. И потом вот все превратилось вот в такой вот печальный результат. Хотя в прошлом году уже растение не молодое, а хорошо цвело. Ну, я повторюсь, что заливала у нас все водой. Такие шли дожди аномальные. Конец зимы, начало весны. И, конечно, грунтовые воды. В сирене это не очень понравилось. Смотрим, конечно, как она будет себя чувствовать дальше. Если что, пересадим ее отсюда. Она тоже здесь была посажена, чтобы закрыть этот забор. То есть бутона она, конечно же, сбросила и пытается нарастить листву. Но пока вот так. Вот так эта ива смотрится с другого ракурса. Вот так она растет здесь. Такая клумба на земле. Разнообразные цветы. Весенние уже отцвели. Скоро здесь будут цвести многолетние и однолетние цветы подсажены. Просто показываю вам, как что здесь растет. Клумба эта малоуходная. Так как вы видите, растения все посажены плотно. Полоть мне практически здесь ничего не нужно. Вот так уже выглядит виноград из Абелла. Заплетает опору. Здесь стоит лавочка. Здесь вот эта клумба. Хотя не люблю я такие клумбы разрозненные. По участку маленькие. Она со временем, конечно, уберется, эта клумба. Здесь когда-то был у меня, я называю, лилейник. Раслилилии. Очень много лилий. И мне просто хотелось, когда я сижу на лавочке, наслаждаться их ароматом и красотой. Но в этом году, из-за такой аномальной погоды сырой, здесь, конечно, все вымокло. И ни одна лилия не вышла из земли, не проснулась. Сюда я подсадила немножко однолетних цветов, чтобы эта клумба была. Немножко меня порадовало. Декоративных таких тут. Сан-Виталия хорошо разрослась. Кустовая петуния. Гелиотроп. Немножко очетка. Ну, вот эта клумба подсветет. И осенью, конечно, она уберется. Просто будет здесь зеленый газон. Потому что я считаю, что здесь она немного лишняя. Но когда были лилии, смотрелось неплохо. А так, конечно, со временем я ее буду убирать. Есть у меня еще одна маленькая спирея. Тоже сформированная. Как деревца на штамбе. То есть, если захотеть, то на своем участке можно сделать много таких деревьев. Сформировать их. Они смотрятся компактно. Но это тоже на любителя. Возле входа в дом здесь вот такая небольшая композиция из разных растений. Хочу вам показать тоже карликовая сирень в этом году. Очень ужасное, скудное цветение. Никогда такого не было. Вот у нас участку уже 6 лет. Это вот первый раз. То есть, все кустарники в этом году у нас пострадали. Эта сирень цветет более мелкими цветочками, чем обычная сирень. Но очень душистая. Очень. В прошлом году она цвела великолепно. Была просто шапка из сиреневых цветов. В этом году вот так. Друзья, еще раз хочу показать в своем видео вот эту елку-конику, которую я хочу пересадить. На мой вкус, мне кажется, что смотрится она здесь не к месту. Но в комментариях мне многие написали, чтобы я ее оставила, не пересаживала. Что она очень красиво смотрится. Смотря с какого ракурса. Вот, например, с этого ракурса. Она вот как бы не давит. Если я сейчас пройду и встану вот просто вот так вот. Эту клумбу я вот так вот вижу с беседки. То есть, она как бы закрывает вот эту тую шаровидную. И я знаю, что эта ель-коника еще вырастет. Вот пока мы думаем, пересаживать ее или не пересаживать. Ну вот на мой вкус, я бы, конечно, пересадила. Пересаживать не боимся. Мне сказали, конечно же, она погибнет, не выживет. Нет, мы и больше елки-коники пересаживали. И все было нормально. Будем, конечно, пересаживать, если надумаем, то поздно осенью. Сейчас я покажу, как такая ель-коника выглядит уже довольно взрослая. Мне сказали, что не убирайте. Она будет, это ее максимальный рост. Нет, конечно, она вырастет еще. Еще был совет по топиарной стрижке, что можно ее обрезать. Да, можно обрезать, но сделать, вот срезать, наверное, ей макушку. Или как-то выстричь ее красиво. Ну, не знаю. Вот, если вам не тяжело, напишите в комментариях, как вам кажется, к месту она здесь или нет. Сейчас вам покажу более взрослую ель-конику, как она выглядит. Вот так выглядит ель-коника, которой больше 10 лет. Она была привезена на этот участок с другого участка. Ей примерно было, когда мы ее пересаживали, 5 лет. Прекрасно перенесла пересадку. Красивая, зеленая. Вот так выросла. Здесь она в композиции с другими хвойными растениями возле эркера. Туи. Вот такие золотые самшиты. Подушковидная ель. Конечно, очень красивая. Не знаю, закончила она свой рост, будет еще расти или нет. Ну, выглядит вот так прекрасно. Друзья, на этом буду заканчивать свое видео. Спасибо вам всем за просмотр. И до встречи на моем канале. До встречи на моем канале.